Всем привет, друзья! На связи Йорн и в этом видео мы продолжаем путь фракции Магивы Рождённых, 3 серия. В общем, на третий день я дошел до 8 главы 12 этапа, в принципе могу проходить дальше, но особо пока не парюсь. Почему? Объясню. Потому что я хочу сделать призыв, усилиться, также пройти до конца третьего вешеного времени, а потом уже показывать вам все сетапы, которые я использую с самого начала игры. Надеюсь, эта инфа вам пригодится. Ну и кстати, многие тоже играют параллельно вместе со мной, это не может не радовать. И у всех ностальгия, ну серьезно, я не знаю, кто-то пишет, что начало очень сложное, для меня вообще легкое, играя просто в кайф. Ну не знаю, друзья, как вам сложно, мне как-то легко. Так, давайте закроем эту третью вершину, у некоторых, кстати, не получается ее закрывать до конца, я взял наемников, Гвинет, Сауруса и Рована. Почему я говорю, что если вы вступаете в клан девятого уровня, там есть хорошие, крутые игроки, и они вам помогут наемниками. А вершины времени с наемниками проходить одно удовольствие. В общем, секрет этой вершины в том, что здесь надо дойти сначала до лагеря наемников, вот где стоит моя кобыла, то есть он первый здесь будет стоять, и второй вот в этом уголочке. Если вы никого не бьете левых, идете до самого верха, через тех противников, которые стоят на пути, то корни перестают расти, и вы просто забираете артефакт. Потом вы убиваете всех противников, и вот этих вот лесников надо убить лесниками. И все. Везде откроются заросли, вы все заберете, и на этом вершина закрыта. Ну, конечно, у новичков будет проблема с ней, но если есть наемники, проблем никаких не будет. Так, идем уничтожать вот этих противников. Я там использую гвинет. Также есть фишка в том, что в этих вот полосках наемников вы можете брать именно лесников. Почему объясню? Потому что если у вас лесников прокачанных нету, то наемными лесниками вы вообще без проблем уничтожите любого противника. Так, тут мы просто будем расстреливать гвинет, эту команду врага, и надеюсь, мы справимся. Но Тази терять нельзя, ни в коем случае. Тази это наш номер один. У нас, кстати, по БРУ здесь примерно одинаково. Раньше так потели, когда проходили эту вершину, вот вы не представляете, как примерно сейчас я и потею. Так, давайте возьмем все-таки один фонтан. Фонтаны я тоже не тороплюсь брать, тем более у меня одна есть хорошая реликвия. Давайте я ее покажу. Это вот этот вот кубок возрождения. Я взял синий и фиолетовый. И за счет него я восстанавливаю там практически по фуллу энергию и здоровье. А теперь идем убивать этого противника. Я не думаю, что будут проблемы. Сейчас посмотрим, что вы гораздо, когда у меня фулловая энергия. Так, контроль от Тази, и мы должны просто Гвинет расстрелять. Да, так и получилось. Даже фиолетовая копия от Тази, видите, как может быть полезна. Ну что, берем уровень критического удара. Так, это последний серьезный противник. И тут лесники. И тут эйрончик. Да, этот товарищ может порадовать. Ну, он и порадует. Ладно, Люция отъехала, ничего страшного. Нам главное добить. А добить не получается, да? Без потерь. Тогда что мы делаем? Что мы делаем? Так, один фонтан. И тут еще противник. Угу. Тогда сначала идем сюда. Сейчас поймете почему. Я хочу попробовать вот этих лесников расшатать лесниками. То есть выполнить это задание намного раньше. Лор Санчик, и у меня, по-моему, больше никого нет. Ну, для бонуса. Для бонуса можно. Кстати, вот у меня есть такая реликвия крутая. Сейчас я ее покажу. Я ее взял. Чисто другого варианта не было. Статуя вот этого воздания. То есть, если кто-то погибает из вашей команды, то показатели других героев вырастают. И вот сейчас будет точно такая же вот история. Видите, я поставлю нубайских героев, которые вообще мне ничего не дадут по факту. Но если они умирают, а они умрут, то моя команда будет очень жесткой. Ставим на авто и надеемся, что я смогу. Или не смогу. Да нет. Такая ящерка всех вынесет. Вообще изично просто. Изично. Все. Задание выполнено. И везде проходы открыты. Видите, здесь надо могильников убить. И что мы с вами делаем? Сейчас мы идем. Заряжаемся вот на этом противнике. Так, Тайзи у меня осталась жива. Это очень хорошо. Также добавим сюда вот этих героев. Надеюсь, выживем. Ну, что-то Люция не хочет жить, я так понимаю. А нет. Живет. Да, тут просто по дефолту белыми атаками добиваем Торана. Но жалко, не набрали энергию Тайзи. Да бог с ней. Так, надо было скорость взять. Ну ладно. Теперь идем сюда. Сейчас мы их убьем. Быстренько. Надеюсь, быстренько. Ставим авто. Ну, давай, 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 Тайзи, живи. Так, Торан отъехал. Убираем авто. И добиваем. Князь тьмы остался последний. Сейчас умрет. Все, даже без потери. Без потери. Что здесь? Можем это взять, а можем вот это взять. Взяли все плюхи. Забираем вот этот сундучок. Пять свитков. Итого у меня их уже десять. Теперь берем фонтан. Восстанавливаем полностью энергию. И убиваем этого противника. Только в этот раз мы ящерку не будем ставить, а поставим сюда гвинет. Все, и ставим на авто. Контроль от Тайзи и добивание. Вот они. Легкие вершины времени. В свое время я тут просто убивал кучу попыток, чтобы пройти. Сейчас уже вершины не те. Все, получается всю карту мы забрали. На сто процентов выполнили. Теперь делаем открытие. Так, еще есть вот такой вот сундук. Десять шардов. И здесь я пока не определился, кого брать. Честно. То есть, пить есть не просит, оставляем. Делаем призыв. Ну, давайте сначала свитки. Тридцать пять. Три синьки. Печальненько. Четыре синьих героев. Ну, а где фиолет-то? Один. Чего-то как-то прям не очень. Падает гвинет. В принципе, неплохо. То есть, из сундука, если мы гвинет берем, уже будет элит плюс. Но от этого мне не лучше. Лучше бы какой-нибудь герой могилы рожденных упал. И еще будет фиолетовая карта. Анхира. Блин, да где фракция людей? Все падают, кроме этой фракции. Так, Морвус. И тут зелень. Пошли, вход кристаллы. Две семьсот. Так, Морвус, Авиас. О, отлично, Мирелька, спасибо. Так, людишки, людишки, лесники, громила. И последние две семьсот. И кто тут? Ну, давай, давай, давай. Из могил кто-нибудь. Тайдус. Ну, неплохо. У меня есть София, элит плюс. Тайдус. Тоже пригодится. И карту в могилы. Сейчас точно из ульт или фар упадет. Вот, смотрите. Вообще. У меня уже две копии. Ой. Короче, меня могильники преследуют. Шемира просто говорит. Нет, чувак, ты меня соберешь. Ну, все, что могу сказать. Никакого экшена не было. Как-то даже печальненько. Еще получили энергию. Давайте основного ддшника подкачаем. Блин, да что ж ты будешь делать? Вот почему так? Почему так происходит? Да. Печалька. Ну, теперь этапы кампании. Давайте попроходим пару этапов. Расскажу, какие сетапы я использовал. В общем, когда я встречал громил, я оставил пачку людей. Я просто выбирал вот этих товарищей, ставил сюда Люция, Рова, Розалину и проходил. Наемников я использовал только один раз, когда закрывал седьмую главу. Да, там на каком-то этапе я там поставил. Точно не припомню. Если, допустим, против меня были какие-нибудь другие герои, ну, не знаю, там Людишки или еще кто-то, местами я ставил такую команду. То есть это был Изольд. Не туда нажал. Промах и Сайлос. То есть я использовал такую расстановочку и всех убивал. Вот. И мест не хватает в Резонирующем Кристалле. Так бы я туда поставил Софию. Тоже бы ее использовал. И, возможно, может быть, ставил бы еще кого-нибудь. Но пока вот эти две команды меня выручали вообще прям на отлично просто. На отлично. Как-то вот так. Давайте подеремся против этих громил. Не знаю, но могильников мы, наверное, сюда ставить не будем. Поставим сюда Людишек. Рован, Розалина. И покажу вам, что я тут творил, в принципе, с противником. Не знаю вообще, что сейчас получится. Но потестирую. Это ключевой этап. Он всегда сложный. Некоторые бывают легкие, некоторые бывают сложные. Ну, короче, как я и сказал. Видите, вот такая команда затащила. Причем ставлю Людишек вообще никак не могут. А вот Сайлос. Сайлос местами даже будет получше, чем Рован. Посмотрите, сколько он нахилил. И Изольт жил. Также и Фара помогал. На нем, кстати, стоит Ока. А благодать стоит на Зафраэле. И наш новенький Матрас. Тоже помогал. Ну, Сайлос, блин. Вы спрашиваете, почему я хочу играть за фракцию могил? Тут все логично, друзья. Давайте еще два боя. И вот таким образом я подбираю пачки каждому противнику. Мне просто нравится, как он ставит вот Эдзе Хилл, свои вот эти облачки. Да, конечно, Сильвина сейчас заставляет проблемы. Но все равно, все равно команда живет. И мы уничтожаем. И даже противная Сильвина не смогла пробить Сайлоса. Он выжил. Потому что они сговорились с Матрасом. Ну, что, давай ультую же. Я даже не могу представить, за сколько я дойду до 31 главы. Ну, я думаю, что кто-то мне там писал 2,5 месяца, кто-то 3,5 месяца. Я думаю, что за 1,5 месяца я дойду. А может быть даже быстрее. И последний бой. Кстати, я выполнил еще задание на арене, когда надо там получить рейтинг 1400 очков. Вообще легко. Вот этой пачкой, кстати, я выполнял это задание. Старался нападать, правда, на таких противников, которые примерно одинаковые по БРу или ниже. На что-то там сверхъестественное и мощное я, конечно, не нападал. Это бессмысленно. Местами даже пачка Могилорожденных против Громил показывает лучший результат, чем пачка людей. Хотя у людей фракционные преимущества. Вот такие вот пироги. Ну, в принципе, здесь все. Что тут еще показать? Башню Короля. Давайте тоже попробуем попроходить. Только мы уберем здесь этих людей. Поставим сюда Изольда, Фару и нашего Сайлоса. Сала. Моя девушка его называет Салом. Он говорит, что там у тебя за Сала играет? Вообще было смешно. Так, и что тут-то мы будем делать? Вот так вот? Да, вот так вот. Блин, ну как же он залетает круто? Ну, скоро этот праздник закончится. Потому что за Фрейли у меня больше нет. Я не думаю, что он упадет. А Элит плюс копия выше 120 вроде не качается. От этого он меня немножко печалит. Я бы, конечно, хотел этого героя на белой рамке. Но он реально очень крутой. Сразу залетает, прокаст, потом прыгает назад. Бьет ультой. А под Розалиной так вообще боженько. Тут громилы. Вот сейчас и посмотрим, что смогут сделать громилы против могил. Ну, когда я соберу Деймона, когда я соберу Нару, Изольда, Сайлоса, Фераэля. Там будет такая вабханалия. Пуканы противника будут просто разлетаться в разные стороны. Опасная Мирелька сейчас ультанет. А вы говорите, почему она такая жесткая? Вот за счет этого и жесткая, что она просто делает прокаст и всем до свидос. Это хорошо, что она еще стоит внизу, а не по центру. Что-то нам тут надрали одно место. Давайте мы, наверное, поменяем немножко расстановку. Не знаю, поможет это или нет. И у меня есть еще возможность в башне использовать наемника два раза. А я хочу дойти до сотого этажа. Там, по-моему, какой-то будет хороший бонус. Ну, давайте попробуем пройти. А почему бы и нет, да? Мы же все-таки играем. Фара. Отлично. И сейчас зефирчик жахнет. Пока. Пока. Мирельки и громилы. Так, 98-й ништяк. То есть, в принципе, нам надо пройти вот этот этап. И там мы можем поставить наемников. А может быть, своими силами пройдем? Пробуем. Ну, давай, давай, Изольт. Живи. Сало, помогай. Так, за фрейли вообще упрыгал. Вы видели? Прямо на понтах. Подхил. Живешь? Да, живет. Выхилился. Красавчик. Ну и добиваем. Тут осталось Немора. Статистика боя. Да. Сайлос хилит лучше, чем матрас. Ну, матрасы свои приколючие. И 99-й. Не знаю, два брутуса затащим мы или нет. Не знаю. Они очень противные. Давайте попробуем. Была, не была. Нет. Сносят. Вообще без шансов. Поэтому, поэтому, что мы тут сделаем? Мы поставим вот так. Вот так и вот так. А теперь посмотрим, что они нам могут противопоставить. Ой, один залп и там уже нет ланхиры. Осталась Сильвина. И мы сейчас ее вынесем. Так, это был 99-й. И сейчас 100-й. Премиум этаж. Два Хасаса. Ну ладно. Давайте используем наемников. Что, сегодня у нас уже четверг. Завтра пятница. Там будет обновление. Отлично. Вообще отлично. Да, получили кристаллы. Фиолетовые шарды. Паки мы никакие покупать не будем. Давайте еще заберем здесь. 200 кристаллов. А шардов я накопил 60. Чуть-чуть не хватило. Капец. Капец. И астрокарты. Еще и энергия. Откроем. Блин, ну надо подкачивать героев. Я сейчас качаю всех немножко равномерно. Так, Люций. А, Люций не качается. Качается, по-моему, тут и Зольт, и Фара. Да. Вот, 85-й. И теперь еще зефирчик капнем. Чтобы он прям вообще злым стал. Отлично. В портретах я потом все заберу. Еще 150. И арена. Я на 34-м месте. По строению у меня стоит вот такое. Можем один сделать тестовый бой. Ну, на кого? Ну, вот примерно 81. Конечно, слаб же меня. Вот 87. Примерно плюс-минус мы одинаковые. Только тут, я скажу вам, не дурная такая пачка. Небесные. Укунчик. Ну, давайте попробуем. Я не знаю, что получится. Но будет интересно. Да, Флора, конечно, это бесявая девочка. Нет, они быстро набирают энергию за счет двух героев подземных жителей. И тут просто разнос. То есть, зефирчик мой ничего сделать не может. Ульт. Неплохо, я вам так скажу. Но нет, Флора. Пока, короче, моя пачка бьется с основной там четверкой. Флора летает и насыпает. Ну, неплохой такой был бой. Неплохой. Что у него получается? Тут укунчик элит плюс. Также он поставил вот эту вот синку новенькую. Как она там, Лукреция или как ее, да. Отталия, матрас и Флора. Флора, причем элитная. Нормально он мне так задницу раздрал. Ну, в общем, вот такие вот успехи. Поделитесь вашими успехами. А я дальше буду двигаться по этапам кампании. Я все в надежде, когда у меня появятся первые паки могилорожденных. Потому что что-то пока ничего не падает. Ничего не падает. Но скоро начнем прокачку. На этом все, друзья. Всем желаю хороших выходных. Отличного настроения. И в субботу запускается экспедиция. Будет интересно. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует...